ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ 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 ТУ-160М модернизируются до уровня ТУ-160М Вот этого современного Что меняется? Меняется комплекс вооружения Он становится более разнообразным Старый ТУ-160 Нес только ядерные ракеты Ракеты в ядерном оснащении ТУ-160М становится многоцелевым Он может нести обычные крылатые ракеты С неядерным оснащением Соответственно, может использоваться в современных каких-то локальных конфликтах, он может нести и ядерные ракеты. Ну и в перспективе он будет нести и гиперзвуковое оружие. Новый комплекс электроники, новая, немного измененная конструкция двигателя. МК-32, новый двигатель, их по новой начали производить, у него больше ресурс, у него используются более современные материалы, и он стал, ну, несколько более экономичным. То есть путем вот таких некоторых изменений старая и достаточно заслуженная машина становится совершенно новой, совершенно отвечающей требованиям 21 века. Ни у кого в мире такого самолета сейчас нет. Да, вы уже немного рассказали нам о двигателях МК-32, их серийный выпуск, мы знаем, был прекращен в 93-м году. Несколько лет назад производство, как вы сказали, возобновили. И все-таки чем примечательна эта силовая установка, и есть ли у нее потенциал для модернизации, и на каких еще самолетах можно использовать этот двигатель? Ну, сейчас этот двигатель используется на Ту-160М, ставятся новые двигатели на модернизируемые и вновь производимые самолеты. Технически можно поставить двигатели МК-32 нового производства на модернизируемые бомбардировщики меньшего радиуса действия, это Ту-22М3. Такие работы, судя по всему, ведутся. Ну, как бы здесь сфера достаточно секретная и достаточно закрытая. Если эти работы будут иметь успех, то мы можем на новые двигатели перевезти не только Ту-160М, но и новые обновленные Ту-22М3М, которые также сейчас проходят программу модернизации. А какие особенности электронной начинки Ту-160М кажутся вам наиболее важными? Вы сказали, что она очень серьезна. Ну, смотрите, то есть все-таки прошло более 30 лет с момента, когда создавался тот старый Ту-160, электроника шагнула далеко вперед, у нас появилась спутниковая навигация, конечно же, новый самолет обновленный будет обладать системой спутниковой навигации. Более точные навигационные комплексы позволяют более точно применять оружие. То есть даже сброс бомб по данным электроники возможен, то есть без оптического наблюдения точки сброса, то есть точки прицеливания. Все компьютеризировано. Обновленные компьютерные системы, обновленные системы навигации и новый комплекс бортовой обороны. Надо пояснить, что у Ту-160 нету артиллерийских каких-то систем или ракетных для обороны. У него используется комплекс радиоэлектронной борьбы, который позволяет маскировать самолет, который позволяет ставить помехи тем ракетам и тем самолетам, которые атакуют Ту-160. У Ту-160М новый комплекс бортовой обороны. Какие боевые задачи призван решать «Белый Лебедь»? Ну, это стратегический самолет, то есть он относится к дальней авиации Воздушно-космических сил России. Его задача применение крылатых ракет большого радиуса действия. Если мы говорим о неядерном оснащении, это крылатые ракеты типа Х-101, как правило, если ядерный, то это ядерный вариант ракеты Х-102, он их тоже может применять. Дальность действия этих ракет от точки сброса около 5000 километров. Это очень большое расстояние, с учетом того, что сам «Белый Лебедь» может несколько тысяч километров пролететь в сторону противника, разгрузиться и вернуться назад. Таким образом, мы получаем практически межконтинентальную ракетную систему. Ну, а в перспективе самолет будет оснащен гиперзвуковыми ракетами. Вероятно, это будут ракеты «Кинжал», которые уже есть на вооружении дальней авиации. Но, скорее всего, самолет получит и новую ракетную систему, которые сейчас еще только создаются. 23 февраля президент сказал, что идет системная работа по оснащению российской армии самыми современными видами вооружений. О каких новинках в военном авиастроении вам известно? На чем сейчас сосредоточены конструкторские и производственные силы? Ну, смотрите, сейчас, конечно, идет выпуск новых самолетов Ту-160М. Это важно. Это самолет сложный, самолет достаточно конструктивно, технологически сложная машина. Плюс пришлось вернуться и восстановить некоторые техпроцессы. Допустим, работа с титановыми деталями, которые были утрачены в 90-е годы. Сейчас это все восстановлено. Кроме Ту-160М, наш авиапром сейчас ведет модернизацию бомбардировщиков среднего радиуса действия. Это Ту-22М-3М. Ну и наша фронтовая авиация получает истребитель пятого поколения Су-57. Это крайне востребованная машина, самая современная во всех смыслах. Ну и надо отметить, что конструкторское бюро Туплева ведет работы над новым стратегическим самолетом, который где-то, наверное, через 10, может быть, 15 лет придет на смену Ту-160М. Это ПАК-ДА, так называемый, перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Этот самолет еще проектируется, но, вероятно, уже скоро мы увидим первый прототип этого самолета и, надеюсь, в небе. Дмитрий Николаевич, а разработка современной боевой авиатехники – это дело сугубо нашей страны или все эти производственные процессы мы делаем в кооперации с дружественными нам странами? Ну, здесь надо понимать, что кооперация у нас может где-то присутствовать, но оборонная отрасль такова, что все, что нужно для наших самолетов, подводных лодок, кораблей, ракет, все производится на территории Российской Федерации. Скорее всего, у нас есть взаимодействие с ближайшими нашими партнерами, с Белоруссией. Да, это возможно. Но если говорить даже о странах СНГ, то это маловероятно, потому что все-таки стратегические отрасли должны полностью работать на национальных мощностях. Спасибо, Дмитрий Николаевич, за разъяснение. На прямой связи с нами был военный обозреватель и основатель сайта militaryrussia.ru Дмитрий Корнев.